Я, конечно, виновата. Я виновата. Я очень виновата, потому что свою девочку не убегла. Я, конечно, виновата. Я, конечно, виновата. Я, конечно, виновата. Я, конечно, виновата. Террористы-смертники, взрывающие себя в толпе людей, тоже уверены, что попадут в рай. Тем, кто сотворил все это, было от 17 до 30 лет. Бывшие студенты, артисты, продавцы, молодые матери. Еще недавно вполне светские ребята, о чем-то мечтавшие, к чему-то стремившиеся. Кто и как превратил их в религиозных фанатиков, в самоубийц и террористов? И что творится в их душах и головах? Из-за денег умирать пойдет кто-нибудь? Я думаю, хоть миллиарда не пойдет. Это не из-за денег идут они, а идут от того, что психология человека где-то под сознанием меняется. Они их выбирают, это изверги, выбирают, их зомбируют. И вот для них, вот смотрите, идеологи сейчас в рай войдет и так далее. Это практически, это не люди. На сегодня новые исламисты готовы вербовать всех. И вот кого же они вербуют? Вот здесь очень интересный момент, где свое слово должны сказать и психиатры. Взрывное устройство мощностью около 4 килограммов в тротиловом эквиваленте было проведено в действие в потоке пассажиров недалеко от дверей вагона метро. Первые данные. Взрыв на станции метро больше десятка погибших, много раненых. У входа в метро выставляют милицейские оцепления. Привет. А можно у тебя кое-что спросить? Скажи. Когда я приду к вам, я должна буду взорваться? Только честно. Нет. Зачем? 19-летняя жительница города Волжского в Волгоградской области, Алена Быкова, всегда стремилась привлечь к себе внимание и найти взрослого, состоявшегося мужчину. Нашла. Теперь вот отбывает срок за пособничество незаконным вооруженным формированием. Она вербовщица. Ей было 17, когда она увлеклась идеями радикального исламизма и террора. В социальной сети ее знали по нику Айзан Ацалиева. Все началось с появления в ее жизни бойфренда из Дагестана. Он рассуждал о притеснениях мусульман, о джихаде, восторгался так называемыми шахидами. О, шахид, ты прибудешь в раю, О, шахид, ты достой награды. И особенно их подругами, готовыми жертвовать собой на пути Аллаха. В судный день ты избавлен от ада. Очень скоро все заметили, как изменились интересы Алены. Она забросила учебу в колледже, сменила круг общения, перестала выпивать, оделась в арабский хиджаб и представлялась новым именем – Айзанат. «Россия для Дагестанцев! Россия для Дагестанцев! Россия для Дагестанцев! Россия для Дагестанцев!» Зарегистрировался в ВКонтакте, там какая-то группа мусульманская, что ли, рассказывала. В ней всякая бредятина начиталась. Ну, как бы это серьезно в данный момент не воспринял. А потом, как бы уже сам стал замечать, что там вот и аватарки она стала, там какие-то маджахетские ставить. Ну, первое время были на улице, там по паркам гуляли. А потом она вот дома начала сидеть, замкнулась и все. Ее интересовало только вот ислам и боевики и все. Ни в какого бога Быкова не верила. Но ей очень хотелось приобщиться к тому кругу избранных, которым так восхищался ее парень. И она решила принять ислам. А чтобы не было страшно, Быкова убедила поменять Веру и свою лучшую подругу Татьяну. А потом она хотела себя взорвать. Она мне так это объясняла, чтобы прославиться, чтобы ее все узнали. Она хотела магазин взорвать. Она говорила, что там самое много людей, чтобы больше людей погибло. Взорвать себя и других, чтобы прославиться. Психиатр, профессор Ирина Шадрина уверена, Чаще всего под влияние разных экстремистских идеологий попадают так называемые органики. То есть люди с необратимыми органическими поражениями центральной нервной системы. Вообще органики очень внушаемые. Органики становятся хорошей мишенью и хорошей глиной, податливой глиной, в руках вербовщиков. Органиком ребенок становится еще в утробе матери. Причин тому множество. И одна из них – стресс. Если женщина в период зачатия и беременности испытала какое-то сильное эмоциональное потрясение, смерть близкого, измена мужа, насилие, болезнь. И вот уже ребенок может родиться с некачественной нервной системой. А если война, революция, крушение государства, тогда мы имеем массовое рождение органиков. У органиков проблема с волевым компонентом. Чем хуже волевая активность, тем человек более внушаем извне. Большая часть органиков – они гипердинамичны, гиперактивны. А вот эта гиперактивность обусловливает формирование немотивированной агрессивности. У них нарушена в первую очередь критичность мышления и логичность мышления. А если сказать попросту, у них отсутствует чувство предвидения. Эти особенности делают органику очень зависимым от воспитания и внешней среды. Из них легко лепить как героев, так и фанатиков. Алена Быкова утверждает, что с ее рождением связана какая-то тайна. Но родители очень ее любили, ни в чем не отказывали. Вот только на ее воспитание им не хватало времени. Они зарабатывали деньги. Однажды, шаря в социальных сетях в поисках боевиков, Быкова наткнулась на фотографию 30-летнего чеченца. Его ник был открытым призывом. Кто хочет делать джихад? Она написала «Привет». Он ответил. Назвался исламом. Ты не похож на боевика. Они девушек заманивают по-другому. Я изучала боевиков и смертниц. Скажи, какое у тебя желание? Я хочу замуж за боевика. Ну а дальше по обстоятельствам. Кстати, у меня есть девушка на примете. Я уже почти ее уговорила. Девушка не проблема. Но какое у вас желание? Вы хотите замуж или джихад? Как-то это все так завертелось. И он сказал, если станешь моей женой, то родишь мне сына или дочку. Тогда я изменилась. Этот намек на замужество и стал решающим. Буквально через пару недель Алена объявила своей подруге, что собирается ехать в Чечню и вступить в незаконное вооруженное формирование. Я испугалась, потому что она мне тоже предложила. Она меня уговаривала. Если мы туда поедем, мы станем женами боевиков вот этих. И будем жить лучше, чем тут сейчас. В лесу? Да. Ну, я представляла, что там. Но все равно как-то вот за Аленой я туда тянулась. Я была как будто под гипнозом. Вот сейчас я вспоминаю вот это все, и я не могу понять, как я это делала все. А она знала, что ей там предстоит шахидкой стать? Нет. В ноябре 11-го года две 18-летние подруги тайком уходят из дома и садятся в автобус, идущий из Волгограда в Грозный. Но в последний момент Татьяна испугалась. Не поеду. Алена грозила, умоляла. Одной-то ехать страшно. Да и Исламу она обещала привезти с собой подругу. Но Татьяне хватило сил выйти из автобуса и вернуться домой. И Быкова уехала одна. От Волгограда до Грозного 20 часов пути. Всю дорогу звонил телефон и шли смс-ки. Этой ночью сходили с ума родители, не зная, где их дочь. Дочь не отвечала. Ты вот ночь, дорога, дорога не то что в неизвестность, дорога на тот свет. Реально, на тот свет, дорога на тот свет. Вот ты едешь, ты знаешь, на что ты едешь, но ты едешь. Понимаешь, что у тебя нет выхода. Россия – это недружественное государство, которое ведет политику против ислама и мусульман. Аллах Акбан! Аллах Акбан! Братья, знаете, за горами исламских халифат, которые пророк Аллах Асалам обещал. Они объявляют себя носителями истинного ислама и борцами за права мусульман. А все, кто придерживается другой веры, кто живет по светским законам, неверные. Каферы, враги Аллаха. И мусульмане, которые думают иначе, тоже враги. Убить неверного или кафера, значит стать шахидом, воином Аллаха. И тогда тебе гарантирован рай. Ну а если тебя убьют на этом пути, значит быстрее попадешь в рай. Террор и убийство они называют джихадом, путем к Богу. В России живут традиционно мусульмане и христиане, там немного юдеев, немного других. Ну, основные два доминирующих – это мусульмане и христиане, да? Да, вместе все время они жили в спокойных веках, никаких проблем нет. Так же, как в арабских странах, так же на территории моей родины, Сирии. Пока не пришли эти уродцы, я не знаю, как их называть, начали убивать священников, начали взрывать церкви и святые места даже у мусульманов. От них ничего не спасается. И теперь хотят бардак в России. Для чего? В России это они сильные державы. А как ее раздробить? Надо сделать те основные составляющие, что они между собой бились. Сделать бардак, создавать хаос. Понимаете? А как это делать? А, нашли слабое звено. Вот этих надо запустить, вот эту инфекцию. Радикальный исламизм действительно распространяется как вирус. Каждый зараженный сам становится вербовщиком. Но наиболее уязвимым оказался наш Северный Кавказ с его традициями и прочными родственными связями. Именно сюда, со всей страны, тянутся попавшие под влияние исламистов органики. Здесь, в лесах и на конспиративных квартирах их превращают в террористов-смертников. В любую чайную зайди, в любую кафешку зайди, интернет-кафе или еще где-то. Найдется один-двое, которые этим занимаются. Под предлогом проповеди они говорят изначально о своем, а потом в итоге приводят тебя к тому, что нужно или помогать братьям, либо себя в жертву принести. Вот в такой форме это уже называется так называемым джихадом. Они это все называют. Мы попали в Дагестан 23 февраля. В Доме культуры Хасавьюрта чествовали ветеранов и просто военных. Весь квартал по периметру был оцеплен вооруженными людьми для безопасности. Такие патрули и блок-посты по всему Дагестану. Здесь почти нет уличной преступности и можно спокойно гулять по ночам. Но то и дело льется кровь. То там, то здесь выстрелы или взрывы. Это сидящие в лесах члены исламистских банд ведут войну. Не только против государства и лидеров традиционного ислама, но и против коммерсантов. Я обращаюсь к тебе, Асадулла, глава Таудской системы, поселка Стальцы. Я Амира Баниколинского сектора, Абудуджяна, ты, наверное, узнал меня. Я на тебя налаживаю 5 миллионов рублей. 5 миллионов рублей, ты понимаешь? Я сегодня являюсь Амиром, Муджаидом, Дагестанского фронта, Кавказском эмирате. Я сегодня говорю вам, твоим, тебе, Раджа, и твоему партнеру, чтобы вы заплатили по миллиону каждый, по миллиону долларов. Делаю то, что вам говорят. Амир, при списке группы Муджаида, эту флешку записываем, отправляем тебе на веру. Нам пришла информация за тебя, с тебя 3 миллиона. Банальный рэкет они прикрывают идеями ислама, называя его налогом на джихад. Еще недавно это строение было магазином. Его владелец отказался платить бандитам дань. Мальчики гранату кидали, они где-то купили. Потом они вот здесь такая белая что-то стояла. Потом они это зажгли, и белая выливалась, и все начало гореть. А страшно было? Да. В ответ спецслужбы проводят контртеррористические операции. Молодежь не всегда понимает то, что она делает. И те, кто ушел туда, они уходят туда как герои. А буквально проходит несколько дней, и они начинают локти кусать. И понимать, куда же мы попали. Это совсем другое общество. Это совсем другие люди, куда мы попали. Это совсем другие ценности. Как сказал один из наших подопечных, нет там никакого джихада. Попасть туда легко, а вот выбраться намного сложнее. Севиль Наврузова на собственном опыте знает, как вербовщики умеют ломать сознание, казалось бы, вполне благополучных ребят. Ее 20-летний брат был абсолютно светским парнем, студентом университета. Но вместе со своими однокурсниками вдруг заразился исламизмом и погиб. Они примкнули к лидеру бандгруппы, на то время Малачиеву, Амиру Дагестана так называемого. И вот он им пособничал, носил еду. И в общем оказался там сам тоже втянут в это все. И буквально через месяц их никого не стало. Это 12-13 молодых ребят, студенты ДГУ, ДГПУ с высшим образованием. Они были уже вот-вот должны были получить дипломы. И вот в одной части это все случилось. Теперь Севиль возглавляет в Дербенте комиссию по адаптации бывших участников вооруженных бандформирований. Вот здесь, в маленьком кабинетике, вместе с заместителем мэра Дмитрием Дунаевым, она пытается вытянуть из леса и вернуть к мирной жизни таких же обманутых и заблудших, как ее брат. За это ее дважды пытались убить. Сидящие в лесах вооруженные экстремисты не могут существовать без пособников. Кто-то должен таскать им в лес еду, обеспечивать связь, собирать информацию, приводить к ним новых женщин. Этим и занимаются так называемые мусульманские жены. Их участь, и финал известны каждому на Кавказе. Бабуля здесь! Бабуля здесь! Бабуля здесь! Тезву! Тезву! Быстро! Быстро! Сейчас подождите, две-три минуты. Моя родная, моя родная, моя девочка. Как я поставлю? У меня 66 и раковым опухолям, да? Я детей поставить сама должна. Ты родила их. Зачем их мне оставляешь, садигар? Русской по отцу, дагестанке по матери Ине Черенковой было всего 18, когда она попала в круг, из которого уже был только один выход – смерть. Ну, я привыкла ее моряш называть. Вы можете видеть, потому что честь покойной мамы. Похоронив двух мужей, Ханум растила детей на свою маленькую пенсию по инвалидности. Денег не хватало даже на еду. И после школы Ине пришлось устроиться на рынок продавцом. Рынки и торговые центры – одно из классических мест вербовки. Там к таким, как Инна, подходят жены боевиков. Что-то покупают, знакомятся, входят в доверие, втягивают в свой круг и убеждают принять ислам, намекая при этом на скорое замужество. Так было и с Инной. На рынке, под видом покупательниц, к ней подошли вербовщицы. Тоже две укрытые, сейчас на иномарках разъезжают, богатенькие такие две мусульманки. Они вот познакомили ее с этой Загрой. Загру и саму вовлекли в этот черный круг еще на первом курсе университета. Бросив учебу, она стала помогать боевикам. К 23 годам Загра умудрилась дважды стать вдовой и теперь занималась поиском жен для сидящих в лесу исламистов. Я Анна Марьяшу как начала, и просто в буквальном смысле слова, мозги пудрить. Смотрю, Марьяша там что-то о шахидах говорит, потом ей показывают фотографии убитых, фотографии убитых девушек. Мне, конечно, было искренне жаль, потому что все эти были молодые. Но я чувствовала, что там идет идеология, уже такая пропаганда, что вот умереть важнее, понимаешь, что в любом возрасте, чем жить. Инна перестала общаться со светскими подругами, закрылась хиджабом и по пять раз в сутки молилась, не пропуская ни одного намаза, даже ночного. А потом она сказала, что поедет к родственникам Загры и исчезла. Ее телефон молчал. Мать сходила с ума, вернулась и на через месяц. Простуженная, вскудавшая и беременная. Оказывается, как я и предполагала, Заграю выдала за лесного. Она была месяц в лесу с ним, с Мехтишкой Баширом. О чем разговаривали в лесу? Что обсуждали? Ну, вы же не сериалы обсуждали, не Дом 2. О чем вы говорили? Про ислам рассказывали. Громко, громко, не слышно ничего. Про ислам? Да. Что именно? Мы читали тоже, как по десам. Это допрос Загры. Она рассказывает, как отвела Инну в лес к мужу. Там весь месяц девушку идеологически обрабатывали. Девушки, которых набирают, на самом деле, для начала набирают не как террористок, а как девушек, которые удовлетворяют сексуальные потребности террористов, находящихся вдали от дома. Но выстраивая их сознание таким образом, они полностью обрубают их системы связей социальных. И потом ими легко манипулировать и говорить, выстраивать их поведение от того, и вот вперед, иди, взорви. И сознание деформируется, причем оно деформируется до такой степени, что человек теряет этот фактор на физиологическом уровне, становится хронически больным. Ты понимала, что ты уходишь в лес, а рано или поздно тебя пошлют, как живую бомбу? Ну, райотделы, это они совершили райотдел, вот Ниву взорвали. А кто взорвал? Кто был, это сделал? Подложил Мехти. Этого глава администрации тоже они, да, они что-то убили? Да. А за что? Враги, словно. Чем враги, что они сделали, плохие словно? Что работает на государстве. Муж Ины, Мехти, как и муж Загры, был фанатиком и убийцей. Знаете, вначале говорила, когда появилось вот это слово у нее, да, в лексиконе, шахитка, шахитка. Я говорю, что это? Что это означает? Она говорит, это, говорит, те, кто в рай после смерти попадает, кто погибает на пути Аллаха. Я говорю, это тебе все Загра вбивает в голову, да? Ты только начала жить и уже говоришь о смерти. А потом вот, когда она вот забеременела, и смотрю, у нее полностью психология изменилась. И она говорит, мама, я так хочу жить ради ребенка. Малышу исполнилось 4 месяца, когда пришла СМСка от Мехти. Он хотел увидеть ребенка. Ина собрала сумку с продуктами, взяла сына и вместе с Загрой отправилась по назначенному ей адресу. Свидание длилось несколько часов. За это время предупрежденный о террористах спецназ окружил дом. При выходе из него Мехти и Ина были застрелены. В доме, в который не попало ни одной пули, кричал перепуганный выстрелами малыш. Ина не хотела умирать. Она бы сдалась, но в темноте ночи, одетая в черный хиджаб женщина, видимо, представлялась угроза. А вдруг у нее бомба? Своих родителей малыш знает лишь по фотографиям, на которых его 20-летняя мама в черном хиджабе. В той засаде, когда погибла Инна, Загру лишь легко ранили. У нее была возможность и желание вернуться к нормальной жизни. Но выйти из черного круга она не смогла. Вернувшись к боевикам, беременная Загра предпочла умереть вместе со своим очередным сожителем, оставив сиротами двоих детей. Они попадают в систему цепной реакции сужения сознания. То есть они постоянно, поскольку они понимают, что тот социум, в котором они живут, это не их социум, что им надо уходить в мир другой, который они для себя создали, виртуально создали, или который им создали, то им все более недвыносимо становится жить в этом мире. Они все более агрессивны. И они практически все приходят к решению ухода в другой мир. Так что же это за рай, ради которого молодые матери идут на смерть, бросая на произвол судьбы собственных детей? Ради которого вчерашние студенты и школьники готовы стать убийцами и принести себя в жертву. Эти двое – вчерашний студент Самедов и его приятель Магомедов. Те самые, что накануне 2014 года взорвали себя в Волгограде. Они бредили о райских садах, где для них много фруктов и реки из молока и вина, где черноокие и пышногрудые девы будут услаждать их. Чтобы попасть в этот рай, эти эгоистичные фанатики убили десятки, ни в чем не повинных людей, включая детей и грудных младенцев. Они сделают хорошие, прекрасные. Они черноокие, большие глаза, удерживаемые в шатрах. Они будут лежать, прислонившись на зеленых подушках и матрасах. Те не будут близки к ним, а плоды будут подчинены им полностью. Обходить их будут сосудами серебра и кубками из этих суда. Пусть они серебряные, соразмеренные, с размером пьющие. Весной 2014 года в Дагестан съехались ведущие исламские богословы мира. Прибыли даже прямые потомки пророка Мухаммеда. Они объявили, в России соблюдаются все права мусульман. И никто не имеет права объявлять здесь джихад. Они объявили, вот эта страна Россия, значит, это Дар Салям, значит, место, которое является миром для мусульман. И любой мусульманин, который по своим поведениям будет нарушать этот мир, этот человек уже нарушает автоматический шариат. Так что здесь в России никто не имеет права объявить джихад. Эту мысль всегда пытался донести до своих земляков и самый влиятельный в Дагестане богослов Саидафанди из села Черки. Они говорят о шариате, кричат «Газавад!». А я бы спросил у них, с чего вы это взяли, где так сказано? Если нельзя убивать даже кафера, то как можно убить мусульманина? Например, они говорят, что взорвав себя, отправляют людей в рай. Имея разум, такое не делают. А какая разница между тем, кто убивает себя через повешение, и тем, кто взрывает себя? Последний – еще хуже. А эти люди еще надеются, что они попадут в рай. Не то что рай, они близко к раю не подойдут. Они даже его запах не почувствуют. 28 августа 2012 года к дому Саидафанди подъехала молодая женщина. Сказала, что русская, беременная и хочет принять ислам. Старик позвал ее в дом. Беременность оказалась поясом смертницы. От взрыва погибли 7 человек, в том числе 12-летний мальчик. Личность террористки установили по оторванной голове. Это Аминат Курбанова в девичестве Сопрыкина. Бывшая актриса русского драматического театра. Когда он оставляет их одних? А, ну тут у нас кусочек получается. Ну, последний Роберт. Да, да, да. Вон. В Русском театре Дагестана об Амине все говорят только хорошее. А главный режиссер и руководитель театра, Скандарбек Тулпаров, до сих пор не может понять, как веселая, добрая девчонка, перспективная актриса, превратилась в террористскую смертницу. Я видел сумасшедшую трудоспособность, ее стремление. У нее как-то по максимуму, все было по максимуму. Вот. И девочка была ультисовменная. И вдруг получилось так, что она одела хиджаб. И как-то я не понял, вот когда произошел этот момент. Он произошел очень быстро, какое-то очень короткое время. Вот что-то щелкнуло внутри. Что-то такое в сознании произошло. Это было очень быстро. Мы не знаем обстоятельств рождения Амины, но носила она фамилию воспитавшего ее отчима. Мама у нее русская, и воспитывалась она мамой в русской семье. Она могла броситься на амбразору, как Александр Матросов, защищая других. Может быть, именно вот это, то, что из крайности в крайность. Актриса Анжелика Аксенова, возможно, ближе всех общалась с Аминой. Кушали мы вместе, работали мы вместе, в гости ходили вместе. Радовались безумно, когда она выходила замуж за Марата, когда у нее хлялечка родилась. Ну, я же говорю, это просто человечек был очень-очень хороший и добрый. Марат и Амина. Они пришли на сцену в 2003-м. Выпускники актерского факультета Дагестанского университета. Она в русский театр, он в Лакске. Веселые, абсолютно светские ребята, увлеченные брейк-дансом. Ребята из дагестанской группы «Снейч», конечно, помнят основателя этой группы – Марата Курбанова и его друзей. Радикальный ислам запрещает танцы, но брейк-дансеры всегда были свободны от предрассудков. Если так подумать, хорошо, испокон веков нельзя было ни танцевать, ни петь, это понятно. Но если уже пошло такое, лучше маленький грех, чем большой. Для меня танец – это маленький грех. Этот парень в желтой майке и есть Марат Курбанов, муж Амины. Очень скоро он и еще несколько из этих ребят вдруг превратятся в религиозных фанатиков и уйдут в лес. Как говорится, у религии нет предела, но это не религия. Тем более танцор, тем более человек, который учится на актерском и у которого явно будет рост в будущем. Но это вообще, по-моему, безрассудство какое-то. Коллеги Амины полагают, что виной всему старший брат Марата, который был ваххабитом, религиозным фанатиком. Он очень не хотел, чтобы в их дом вошла христианка. И Амине приходилось подстраиваться, чтобы сохранить отношения в доме. Трудно сказать, кто из молодоженов заразился первым. Но, пробыв три года в декрете, в театр Амина вернулась совсем другой. Она приходит вся закрытая. Я говорю, я не понял, говорю, вот твое, как бы, да, одеяние твое. Что? Что это такое вообще? А нам вдруг мне начало говорить, что вам пора тоже прийти к Богу. Вот. Я говорю, ну, своим Богом я как-нибудь разберусь, что за Бог у тебя там. Она начала мне говорить о каких-то учениях. И я вижу глаз у меня совершенно другой. Это был другой уже человек. Я пытался ее, как бы, привезти обратно. Но их обратно привезти невозможно. Руководитель театра надеялся, что это новая мода такая. Многие девчонки в Дагестане в 21 веке стали подобно арабским женщинам кутаться в хиджабы. Вот и Амина поддалась новым веяниям. Он предложил ей выбрать между театром и ее новым образом жизни. Надеясь, что, как любой актер, Амина не сможет без театра. В чем была проблема? Почему я должен был так резко ей, как бы, сказать, чтобы она ушла с театра? Потому что было очень много взрывов. Были взрывы, взрывали, да, шахитки взрывали себя. И весь театр боялся ее прихода сюда. С этого момента ее сознание сузилось еще больше. Ничто теперь не отвлекало ее от главного. Это главное – любимый муж и фанатичная вера. В следующий раз друзья-актеры увидели Амина уже вдовой, закутанной в черное. Они узнали, что брат Марата убит. И сам он ушел в горы мстить за брата. Стал лидером махачкалинской группировки. В начале 2010-го Марат погиб в перестрелке с силовиками. После стресса всегда возникает ситуация, которая называется компенсация стресса. Это протест. То есть человек, когда которому плохо, он сразу начинает искать, а кто в этом виноват. Возникновению стресса сопутствует... Это тоже физиологическая картина. У него рвутся межполушарные связи. И этот фактор приводит к тому, что у человека получают десоциализацию. То есть у него выходов по жизни становится все меньше и меньше. Почему обычно люди, испытавшие стресс, тяжелый стресс, очень часто приходят к суицидальным действиям? То есть это люди, у которых сужено сознание до определенного фактора избавиться от боли. Но вместо избавления от боли Амина через 4 месяца была вынуждена вновь выйти замуж. За 2 года у нее сменилось трое мужей-боевиков. В тех кругах женщина не может оставаться ничьей. Ничья значит общая. Сама Амина говорила, лучше бы я умерла вместе с Маратом. Когда он погиб, я сразу понял, что все, ее будут готовить шахидка. Потому что она должна там сидеть замужем. Она переходит к другому мужу, но ее готовят психологически, готовят к тому, чтобы она когда-то покончила с собой, имеет суда. И взорвала себя. Подготовка Амины длилась 2,5 года. И вот, в августе 2012-го она села в такси и велела вести себя в Черкей, к дому богослова Саида Афанди. По данным спецслужб, приговор Саиду Афанди вынес так называемый шариатский судья Алисхаб Кибеков. Сейчас он лидер кавказского банд Подполье, вместо Дока Умарова. Он, бывший продавец паленой водки, теперь определяет, кто истинный мусульманин, а кто нет. Кому жить, а кому умереть. Ну а бывшая актриса сгодилась на роль палача. Ее собственная маленькая дочка увидела оторванную голову мамы по телевизору. Я думаю, она просто уже себе не принадлежала. Она зомби. Сбежавшая из Волгограда в Грозной Алене Быковой повезло. На автовокзале в Грозном ее встретили не боевики, к которым она ехала, а сотрудники спецслужб. Оказалось, ее интернет-знакомый, называвший себя «Исламом», был одним из лидеров террористического банд Подполье. Рустам Салиев – взрывник и телохранитель Дока Умарова. Алену передали матери, сказав на прощание, считайте, что ваша дочь родилась второй раз. Но уже через неделю она вновь была на связи с Салиевым и, копируя чеченский акцент, выдавала себя в соцсетях за жену боевика. Ас-салам алейкум. У мусульманина есть только два пациента – это победа или смерть шахида. Победа – это достойная свободная жизнь. Достойная смерть – это смерть шахида. Дорога, ведущая к этому – это джихад. Ведущим джихад – слава, это четко в этой жизни, так и в будущем. Аллах, 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 Аллах. Их вербовка осуществляется на том, что они становятся зависимы от группы и рода деятельности, в которые они попадают. И они не могут ее не осуществлять, в противном случае у них наступает ломка. Теперь она искала в сетях тех, кого Салиев мог бы вместо нее использовать в качестве живой бомбы. Одной из таких стала 18-летняя москвичка Даша Дерябина. А на сутки напролет сидела в интернете, питаясь лишь кефиром, кофе и собственной злобой. Она нашла меня сама в группе в одной. Группа, по-моему, называется «Шахид и шахидка» или «Шахиды». Ну, я так поняла по общению, что она хочет отомстить до смерти отца, отомстить всем, у кого есть деньги, власть, связи. Когда она сказала, что она хочет взорваться в кафе, я просто сказала, а помнишь, дословно, при чем я говорю, то, что я писала, а помнишь тех девочек, которые взорвались в метро? И вот вопрос. Она ответила, да, но мне неинтересно это. Я хочу в кафе. В ресторане. В каком ресторане? Еврейском. Как он называется? Софиса. Это где он находится? На Кутуловском проспекте. А почему именно этот ресторан? Там собирались, мне кажется, люди, которые не должны жить, только носят вред. Быкова свела свою новую подругу с Салиевым. Вопрос с переездом Даши в Грозный решили в считанные дни. А чтобы угодить боевикам, две 18-летние особы занялись поиском в интернете будущих смертниц. Как они говорили, лохушек. Я еще одну нашла. Но есть 17, это русской. Она, сучка, пишет, я учусь пока. Но это целый год еще ждать? Лохушка. Она не понимает, что не нужно она там просто так жить. Так берем ее или нет? Она еще не в исламе. Ислам можно в домашних условиях принять. Ее обработать можно, давай. Сама Дерябина приняла ислам по скайпу в ванной московской квартиры. Ее беспокоили только мелочи. В чем ехать? Не убьют ли ее в горах за то, что она не умеет делать намаз? И не пустят ли по рукам? А она ведь такая замкнутая. Где сейчас эта Даша? И что с ней? Никто нам ответить на этот вопрос не смог. Изначально шла какая-то игра. Мне тогда, ну, подумаешь там, ну, а уедет она. Ну, что там, сделай что-нибудь там. Так это же не я делаю там. Ну, так вот думаю там. Ну, что мне? Не, я живу, руки, ноги, все при мне, и меня это никак не коснется-то. Я-то что? Я дома сижу, не я-то это все делаю. Быкова сумела отправить в Грозный двух человек. Она, недоучившаяся продавец-кассир, признается, что относилась к ним просто как к товару. Ты сделал, ты упаковываешь этот товар и оберешь, да и так все. О том, что другие смертники все же устроили взрывы на ее родине, в Волгограде, Быкова узнала уже сидя в зоне. При упоминании об этом она опускает голову, чтобы видеокамера не зафиксировала ее улыбку. О чем думает террорист-смертник в последние дни своей жизни? Какие чувства испытывает? Как преодолевает естественный для любого существа страх смерти? Сегодня у нас есть возможность узнать это. Я хочу описать вам мои последние дни в этой проклятой думе. Я очень надеюсь, что когда вы будете это читать, то я уже буду Аллаха. Мой любимый муж ради лика Аллаха сам готовит меня к встрече с Аллахом. Он готовит, а я сижу и пишу вам. Так интересно. Он все мирит на мне это. Дай Аллах, чтобы это все принесло огромную пользу для всех мусульман России. Дунья, в переводе с арабского, светский мир. Это фрагменты так и не отправленных писем террористки-смертницы, Наиды Осияловой. Той самой, что взорвалась осенью 13-го года в переполненном автобусе в Волгограде. Ее гражданский муж, сын офицера российской армии Дмитрий Соколов, сам изготовил и надел на нее пояс смертницы. Осиялову выбрали для теракта из числа таких же фанатичных подруг, которых она называет сестрами. Именно им, а не матери, и адресованы ее последние письма. Кто и как превратил вполне светскую девушку в фанатичную исламистку, пока достоверно неизвестно. Известно лишь, что произошло это в Москве, куда Наида переехала из Дагестана в поисках лучшей жизни. 18-летний Дмитрий Соколов тоже переехал в Москву. Всегда замкнутый, кочующий с родителями по городам, он не успевал заводить друзей. А тут и вовсе чувствовал себя одиноко. Да еще и между матерью с отцом постоянные конфликты. Одиночество – это то состояние, которое помогает вербовщикам обрести человеку семью, как бы в кавычках. Его наконец-то начинают понимать, ему кажется, что его наконец-то начинают поддерживать. Наконец-то он не одинок. И дальше на этой почве идет раскрутка. Все мы братья-сестры, мы все друг за друга. У него полностью неразвитый волевой фактор. Это что является для мужчины основополагающим фактором существования. Нет у него. А организм и жизнь требуют проявления волевых факторов. На ком ему можно проявлять? На близких людях. Эти люди могут быть родными, либо подставленными. И он получил у такого поставленного человека, женщину, да, которая старше его, да, которая создавала ему модель его полноценности, его сексуальной успешности. В этом случае он становится зависимым от нее, потому что если ее не будет, то этих ощущений он не получит. И таких пацанов достаточно много. Познакомившись с окружением уже одетой в арабский хиджаба Сияловой, Соколов будто обрел смысл жизни. Ему объяснили, как устроен мир и ради чего стоит жить и умереть. Ему казалось, что он попал в круг избранных. И они называли его братом. Я звоню в 9 вечера, ты домой едешь? Я привыкла, что он поздно приезжает. Скоро приеду, не волнуйся. Вот, все нормально. Я где-то находишься, метро Пражская. Один ли с кем? С друзьями. Звоню в 11 вечера, не отвечает, уже недоступен. Все, мне достало как-то плохо. Я не знаю, почему я что-то почувствовала такое нехорошее. Только много позже мать Соколова узнает. Ее единственный сын уехал в Дагестан, чтобы убивать неверных, таких, как она сама. Здесь, в доме на окраине Махачкалы, в полной изоляции от внешнего мира, провели последний месяц жизни Осиялова и Соколов. Это обычная практика. Прежде, чем отправить смертника в последний путь, ему укрепляют иман, то есть веру. Веру в то, что, убив себя и других, он приносит жертву Аллаху и потому прямиком попадает в рай. Женщинам-террористкам иман, как правило, укрепляет муж. Все это время, с помощью бесед, специальной литературы и бесконечных молитв, ее держат в состоянии транса. В трансе происходит внушение наяву. Человек не спит, но психика его в особом состоянии. И он хорошо воспринимает то, что ему внушают. И зомбирование – это такой расхожий термин. Это не научный термин. Это тот самый транс. Когда человеку что-то внушили, далее он может идти на любые деяния. В своих письмах Осиялова признается – ей безумно страшно. Страшно до физической боли. А вдруг, убив себя и других, ни в какой рай она не попадет. Эти сомнения она расценивает как козни шайтана. Сестры мои, вчера ночью такой испуг настал. Пошли слезы. Очень сильно боюсь, что Аллах не примет мою шахаду. Осталось дня два-три. У меня идет сильная борьба со своими чувствами. Настолько шайтан играет со мной сильно. Он не хочет, чтобы я пошла на смерть, но я хочу. Я сильнее шайтана. Я полагаю, что он у меня очень плохой и мерзкий. Аж крутит все мои органы изнутри. Я надеюсь, у меня хватит сил. Понимаете, настолько вот мне обидно. Вот это слово шахада, вот это слово быть шахидом, то есть мучеником. Настолько ее испортили, вот такие люди. Это настолько красивое слово. Я тоже хочу быть шахидом, но не как они. Я хочу быть шахидом, защищая свою родину, свое, как говорится, общество от плохого, а не таким образом нанести вред этому обществу. Когда можно? Они просто не знают условия джихада. Это есть специальные условия. Понимаете, как? Эти люди, они никогда не были шахидами и не будут ими. 28 октября камеры зафиксировали женщину, одетую в черное. Вот она прошлась мимо Волгоградской следственной школы. Это и есть ее цель. Но забор не позволяет попасть внутрь. Дальнейшее решение Осиялова принимает сама. Значит, осознает свои действия. Рядом магазин Ашан. Но в рабочий день там слишком мало людей. Она велит таксисту везти ее к другому Ашану. Но и там пусто. И смертница садится в набитый студентами автобус. Оторванная голова и ноги – это все, что остается от фанатиков, обмотанных взрывчаткой. И еще проклятие тысяч людей. На следующий день после взрыва кто-то забросал коктейлями Молотова мечеть в Волгограде. Этого и добивались организаторы теракта. Посеять страх и ненависть. Уже через месяц спецназ окружил тот самый дом на окраине Махачкалы, откуда ушла живая бомба Осиялова. В доме шестера, включая Соколова. Им предложили сдаться. Но террористы выпустили лишь жену хозяина дома. Очередную черную вдову. Может быть, мать убедит сына выйти? Сынок, пожалуйста, послушай нас. Пойди, никого не слушай. Пойди, сдайся, а? Нет, не думаешь? Сложи оружие. Больше нельзя никогда не убивать. Нельзя. Никакой крови не должно быть, понимаешь? Все на нашем роде будет. Нельзя никакой крови. Как нам всем отвечать за это все? Как предписано. Даже пророки тоже убивали, воевали. Все бессмысленно. Его сознание уже перестроено. Ислути Христе, спаси Дмитрия. Помоги, Господи. Если бы ты к нам вернулся, то тебе бы все было прощено. Это только Всевышний знает, что прощено, что мне о том сказал. Я выполняю его приказ. Сын российского офицера. Он был единственным ребенком у своих родителей. Почему невозможно переубедить террориста? Потому что, хоть они и считаются здоровыми, но это фанатики. По всякому случаю, это акцентуанты, которые близки к психопатии. Если бы, наконец-то, свое слово сказали и психиатры, и начали бы хотя бы часть экстремистов, и особенно террористов, рассматривать с позиции психического нездоровья, ярлык героев с них бы спал. Понимаете? А они в самом деле, большинство из них больны. Но как понять родителям, что их дети стали жертвами вербовки, попали в зависимость, которая разрушает их сознание? Когда кричать «караул»? Раньше намного, когда человек начинает менять свои обычные, привычные факторы поведения. А мы очень часто не замечаем эти вещи, потому что воспринимаем их… Ну, не пошел ребенок гулять, да, и сидит у компьютера. И все говорят, как хорошо, да, он не попадет в дурную компанию. Вроде бы хорошо, бросил пить, курить, здорово, да? Но при этом он стал замкнутым, при этом он стал… Любая смена, сама по себе происходящая, это всегда тревога в этом смысле. Тут нужен специалист, чтобы работал. Я вам могу сказать так, что это ситуация, люди, которые попадают под такое воздействие террористических и бандитских групп, они потом трудно излечимы. Снимая этот фильм, мы хотели встретиться с родителями террористов-смертников, но пожалели их. Им и так невыносимо жить со сознанием того, что их ребенок – проклинаемый всеми убийцей. Ну а те, кто, прикрывшись великой религией, решают свои политические задачи, ищут новые жертвы, превращая наших детей в зомби. Те, кто вербуют, сами никогда в лес не уйдут. Ван подполью они сами не примкнут. Ну кто-то должен же быть дураком в этой истории. И в нашей истории дураками стали наши дети. Пусть горят в аду, вот что бы я могла бы сказать. Чтобы в аду горели они. Они и так будут гореть в аду. Они знают, кому зомбировать мозги, потому что когда молодые, все какого возраста. Сейчас смотрю, уже 95-го года. 96-го. Это же вообще дети. Никого же нет у взрослого. Все вот такие дети. И все перечеркивают фотографии, перечеркивают и новые вещи, перечеркивают и новые вещи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова